Теперь, значит, мы рассказываем то, что мы находимся на выставке Росмолота Роспласт. Это вход главный. Здесь самые лучшие стенды. Тут стенды информации. Стенд компании Моретто в Дали. Да? В Дали. Ну, как классно тут все уменьшается. Дальше у нас Фадеско. Это плиты, всякие колонки, втулки. Это компания финская, но она в Твери. Дальше у нас есть коридор главный. Вперед. Там есть поставщики стали из Германии. Есть компания Solon, всем известная. Поставщик оборудования Pio One. Давай, где Pio One? Да, Pio One, и Техно Магнетти, и еще каких-то там разных. Дальше виднеется китайские шнеки. Компания Болитех. Все из Китая. От шнека до другого шнека. И компания Молтип. Молтип это китайская компания, очень большая. Во главе? С мистером Донгом. Это такой хороший специалист. Вот он сидит. Да, представительство у него всем известный, почти всем известный господин Яков. Он раньше делал пресс-формы в Латвии. У него была компания Агора. Теперь он Молтип. Что тоже неплохо. Что мы там остановимся? Более подробно на стенде компании Solon. Стенд выглядит очень странно. Видимо, он в последний момент был создан из ничего, из того, что было. А было у нас что? Вот есть у нас слева термостат с экранчиком. На вид красивый, наверное, хороший. Дальше дозатор. Это дозатор-краситель, всякий добавок. Следующим у нас идет некая сушилка. Горячим воздухом, наверное, сушат. Тоже высокотехнологичное оборудование. И дальше магнитные плиты, которые уже входят действительно в моду. И многие используют для того, чтобы быстро менять пресс-формы. Хорошая вещь. Там зажимчики еще есть отдельные. Всякие. А вот вдали это, по-моему, робот. Да? Вдали это что-то типа робота. Но он какой-то совсем стрёмный. Ну, такой он. Простой, наверное. Это робот для извлечения литников. Литник просто вытаскивает, чтобы он руками на форму не лазит. Спрюпикер. Значит, тут еще какие-то разъемы для пресс-форм и все остальное. Это вот стенд компании Fadesco. Это финская компания. Но она единственная в своем роде имеет производство в России. Они молодцы. В городе Тверь. Они делают всякие разные плиты для пресс-форм. Вот мы видим здесь справа. Справа мы видим разные плиты. Молт-бейс, так называемый. Всякие втулки, колонки они делают. Молодцы. В центре представлены более мелкие элементы. Такие вот пружинки там. Толкатели. Более мелкие колонки. Всякие ползумы. Ну и, в принципе, больше тут ничего не представлено. Зато много места. Столы стоят и разные каталоги. А, вон там еще маленькая витринка с каким-то контроллером. Не знаю, что с контроллером. Это вот надо было приходить на выставку и смотреть самим. Дальше поехали. Моретто. Да и так мы находимся возле стенда Моретто. Компания. Он самый красивый, самый красный и самый итальянский. Один из самых больших на этой выставке. Наверное, метров 50. Расчет. Ну, может быть, 45. Да, это богатая компания во главе с Ренатом Моретто, сеньором. Да. Вот. Значит, на стене представлено, что здесь. Ну, система чего? Это загрузка, да? Single-Fase Loaders. Это слева. Это загрузчики обычные. Самые простые, но красивые, мощные. В середине термостаты. Они, конечно, лучше, чем у P1 явно. Они такие мощные, такие черные. Вот. Дальше какой-то маленький термостат-чемоданчик. Вот, Павел вышел. Мы его снимаем крупным планом. Давай, крупно, крупно, крупно. Вот он, красавчик. Прямо из Венеции. С венецианским загаром. Значит, у него там в конце, в конце у него представлена система смешения, загрузчики и миксер. Дальше дозатор красителя красненького. А вот это, а вот, вот, справа, справа, справа. Вот это сейчас человек отойдет. Вот это вот самая такая фиговина, которой Павел гордится. Да, мощиметр. 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 Который был представлен в Дюссельдорфе прошлой осенью. И уже в течение каких-то нескольких месяцев добрался до России. Я, кстати, не знаю, на Интерплассе он был, нет? Был на Интерплассе. И можно его сушить или не сушить. Сразу понятно. Одним словом, высший класс. Готовьте карманы кис. Много нельзя про одну эту же компанию разговаривать. Да, все пошли. Это вот известная компания, Калужский завод пресс-форм. Делает много пресс-форм. На все. ПЭД слева, ПЭД-преформы. Делает всякие резиновые какие-то чехлы. Вот сзади руководство. На переднем плане Александр Николаевич Павлов, технический руководитель концессии. Значит, тут есть справа выдуванные формы. Всякие длинные, большие. Пожалуйста, приходите в Калужский завод и заказывайте пресс-формы, если не боитесь. Так, это у нас стенд компании Техоснаска. Это известная московская компания. Она делает пресс-формы. И, кстати, льет пластмассу активно. Значит, эта компания... Почему она льет свою пластмассу на своей пресс-формы? Она свою пластмассу льет, которую она сама синтезирует прямо. Это большой конкуренции Бур и всех остальных. Паресс-формы льет свои изделия. Да, она все льет. В общем, эта компания... Вот слева, видите, такая красивая такой столбик. Это вот компания... Это фишка каждый год. Это фишка. Нет, каждый год еще у них бывает такой страшный робот какой-то стоит, но в этот раз нет. Или человек. Значит, фишка, она же слева, она же справа. Это две фишки. Это стеновые панели для цоколей домов. Отличная вещь. Компания Техоснастка подсела на нее и делает, и делает, и делает. Красят разные цвета, как видите. Ну, в середине тоже разнообразные этажерки. Формы как хозяйственного значения, так и электрического назначения. Обращайтесь все в компанию Техоснастка. И если хотите получить настоящую форму из Москвы, таких уже мало осталось. Так, ну, в этом углу выставки тут такие небольшие стенды. Самое большое это Шалькинформ. Немецкая компания, которая делает пресс-формы. Вот она делает мелкие всякие образцы. Это они делают всякие такие точные очень детали, технологичные. Вот, обращайтесь в компанию Шалькинформ. Они вам сделают. Вот, смотрите, тут какие-то, что здесь, компоненты электроники, там что-то такое. Автокомпоненты, всякие мелкие водосчетчики. Так, в этом углу выставки небольшие стенды, в основном китайские компании. Вот слева у нас Т-молд, это как раз не Китай, это Севастополь. Это Севастополь, Крым. Они делают пресс-формы. Смотрите на какие интересные вещи. Всякие фитинги, всякие такие технические детальки. Какие-то пружины, тарелки и все остальное. Ну, в общем, тут виднее. Видно, на что делают. Значит, дальше идет стендпласт Евразии. Это выставка в Стамбуле. Дальше идет вдали. Вот компания Портмолд, известная. Известная уже всему миру. А по правой стороне мы видим китайские компании Топвелл Спринг. Еще там Сиэн. Это все молдмейкеры, которых здесь довольно много китайских. Вам нужно посетить выставку Росмолд, если вы хотите заказать в качественную форму в Китае. Мы у стенда компании Милакрон. Это вообще-то грандиозное событие, потому что компания Милакрон практически первый раз, как сама по себе, как Милакрон, пришла в Россию. И даже сделала свой стенд. В данном случае мы имеем две компании. Это компания-система, это дистрибьюторы DME. Компоненты для пресс-форма. Они слева. Представят разные компоненты для пресс-форма. Со съемными соединениями, эти самые пружинки и всякие приборы для сварки и так далее. Химия. Разнообразная химия, которая поможет вам немножко похимичить. С пресс-формой и дальше в середине Милакрон. А справа компания Портмолд. Компания Портмолд поставщик пресс-форм. С одной стороны, а с другой стороны дистрибьютор Молдмастерс, как тут написано. Представляют горячеканальные системы, контроль температуры и прочее, прочее, прочее. На стенде мы видим специалистов из Европы. Крупные продавцы компании Милакрон действительно посетили скромную, но гордую выставку Росмолд в этот раз. В этом коридоре представлены китайские две компании. Справа и слева. Справа это Сиен Молд. Компания из Тайжоу. Откуда все китайские компании делают хостовары, разные автокомпоненты, горшки и все остальное. Используют они комплектующие высококачественные. АСАП, Юда, Хатранер, Хаску, ЛКМ, ДМЕ. Все используют. А справа, слева точнее, компания Сан Пин Молдс. Сан Пин, это, как вы все знаете, это санэпидем... Станция. Нет, не станция, это санэпидем стандарт. А в данном случае вот эти санитарные пресс-формы, они пришли из Китая. Много всяких разных изделий делают. Даже удивительно, как одна компания, столько может всего. Даже бикомпонент вот у них лежит там на витрине. Сан Пин Молд, обращайтесь. Да, вообще на этой выставке очень много всяких комплектующих для пресс-формы, наверное, рекорд. Мало 3D-принтеров и всякой прочей ерунды, но зато вот нагревателей дофигища. Мир нагрева. Компания, которая делает все нагреватели, вообще любые. Какие-то гибкие, какие-то негибкие, кольцевые, патронные. Даже для горячих канальных систем. Человечески там не очень удобны. Да. Поэтому мы переезжаем в другую сторону. Симметрон. Симметрон. Это тоже промышленные нагреватели какие-то, не знаем чьи, но, видимо, импортные. Вот. Разных видов. Любых. Каких хочешь. В общем, если нужно нагревать, то сейчас не проблема уже купить. Многие люди ищут, на форуме пишут. Но на самом деле их тут много. Выбирай на любой вкус. А вот здесь компания BOLIXP. BOLIXP. Тут компоненты для пресс-форм. Компонентов тоже очень много. Помимо DME, Husqvar, полно всяких компонентов для пресс-форм. Только ставь. Только ставь и радуйся. Да, в данном случае мы снимаем стенд компании... А как она называется? VLplast. Компания VLplast. Запомните это имя. Это представитель двух мощных итальянских производителей. Babyplast. Это такие маленькие термопласт-автоматы. Мы видим единственный термопласт-автомат, который есть на этой выставке. Это термопласт Babyplast. Других нет. И также Eurochiller. Eurochiller это итальянский тоже производитель, как можно понять, чиллеров, промышленных водоохладителей. Есть там стоит маленький чиллер на стенде. Маленький-маленький. И термостат рядом с ним. Называется StarT. В StarT, видимо, недорогой термостат для общих нужд. Субтитры создавал DimaTorzok Мы на стенде компании Formatronic. Это компания из Нижнего Новгорода. Хорошая компания. Она продает немецкое качественное оборудование Koch Technik. Вот это вот оранжевое. Оранжевые кастрюли. Она оранжевые кастрюли продает. И кроме этого она продает оборудование для слева от нас. Это где человек стоит. Оборудование для ремонта пресс-форм. Всякой наплавки. Это вообще вещь. Это вещь. Кто-то даже работал на ней. Значит, там какая-то химия тоже у них есть. Это вам нужно прийти на выставку и все выяснить. Она для очистки пресс-форм, наверное. И дальше там тоже есть чиллер. Кстати говоря, в этой выставке очень много чиллеров. Даже удивительно. Дробилочка. Ну и всякая стена периферия. Транспортер. Что-то там крутят. А справа от нас еще интереснее. Справа стенд компании Креативная. Самый Креативный. Он же центр крупного габаритного литья. Он же Джон Вэй. Он же ЦМТ. Он же не знаю кто. Они могут лить пластмассу. И они могут все делать под нее. Они термопластмассу с Джон Вэй привезут из Тайваня. Так. Значит, еще раз. Компания Джон Вэй, она же ЦМТ. Она же центр крупного габаритного литья. Она же креативная машина и оснастка. Они льют все, что хотите. У них есть свои машины литьевые. Они делают пресс-формы. Они привезут Джон Вэй. Они вот для Рено. Смотрите. Для Рено Логан они сделали бампер. И они сделали даже туалет. Даже туалет они сделали. Тойпек. Вот это стенд одной из, по-моему, двух португальских компаний, которые на этой выставке находятся. Эта компания называется On Time. On Time Mold. Ну, она условно португальская. У них в Португалии, насколько я понимаю, только офис. Они делают формы в Китае. Ну, или где-то перезаказывают у более дешевых производителей в Португалии. Это официальная политика. А не то, что они там обманывают кого-то. Понятно тебе? Понятно. Да, вот у них вот эти зелененькие образцы. Смотрите, как они красиво сделаны. Это все в одном цвете. Специально для выставки. У них вот такую мусорочку. Вот такую мусорочку как раз и нет. Не получится. Ладно. Вот. Значит, мы находимся на стенде компании Yuda. Это всеменно известная корейская компания. Она производит горячеканальную систему. Она производит красивые контроллеры. Слева. Значит, мы видим, это новый контроллер из Кореи. Он белый и пушистый. Так выпьем же за кибернетики. Значит, также мы видим вдали там всякие горячеканальные системы различные. Только Yuda притащила сюда много всяких разных комплектных систем. И контроллеры, нагреватели и так далее, и так далее. Покупайте горячеканальные системы в компании Yuda. Так. В данном случае мы находимся на втором португальском стенде. Тоже малоизвестный производитель. Если честно, Imtec. Ничего не можем про него сказать. Вот явно он делает пресс-форму в Португалии. Значит, качество должно быть нормальное. Торгуйте с ними и покупайте его качественные португальские пресс-формы. Дальше. Следующий стенд. Мелька мы посмотрим. Это Daniel & Sons. Это известная компания из Индии. Она уже не первый год выставляется. Видимо, нашла своих клиентов. Нашла клиентов своих в России. И упорно выставляется каждый год со своими пресс-формами. Обычно это хозбыт. Но есть и какие-то другие штучки. Следующая компания в этом ряду. Это Zenit Auto. Это производитель пресс-форм из... Не помню, откуда. Из Поволжья. Нет, 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 нет. Это Тольятти типа того, что-то такое. Делают пресс-форм. Вот они уже собираются и уходят домой. По Волжью уезжают довольно рано. Но уже пора. Следующая. Atlant. Atlant. Atlant это компания из Беларуси. Все знают Atlant. Холодильники. Там стиральные машины. В данном случае термопласт-автоматы. Кое-кто знает. В данном случае мы имеем... Мы имеем молдмейкер. Молдмейкер Atlant. Он делает... Смотрите, наши проекты справа. Значит, он делает всякие эти водостоки. Какие-то... Как это называется? Дренажные системы. Вот. Он автокомпоненты делает. Зеркала и фары. И также вот всякие штучки, дрючки другие. И оборудование переработки пластмасса продает. В общем, это мощная компания из Беларуси. Флагман. Флагман. Покупайте все. В компании Atlant. Там вообще поставят все, что угодно. Из Беларуси. А дальше что там дальше? Ну, вот Индия слева. Эта компания из Индии. Она явно специализируется на крышках. Первый раз видим эту компанию. Но, судя по всему, она, наверное, хорошая. Делает многогнездные формы. И многокомпонентные формы делает. И косметику. Все. Это супер-супер. Так, ладно. Снимаем только тех, кто заплатил. Те, кто не заплатил, нафиг проходим мимо. Вы пошлый человек. Любите деньги больше, чем надо. Вы не любите денег. Нет. Новая орбита крутилка. Новая орбита это такая компания, которая привезла крутилку. Она крутится, поэтому ее видно издалека. Это очень хороший ход. Все ставьте крутилки на свои стенды, на выставках. Значит, Новая орбита продает холодильники. Фрижил. Даже она принесла то ли холодильник, то ли термостат. Тут не видно, потому что ажиотаж на стенде. Очень много людей. Ну, и также они какие-то там нагреватели делают. Вот там вот справа. Короче, ничего не видно. За занавесочкой. Да, за занавесочкой там все это есть. Так, а здесь вот Китай Космос. Вот Китай Космос надо взять. Вот. Значит, это компания из китайского Космоса. Ну, космические цены или космическое качество, это нужно узнать. Обращайтесь. Вот. Какие технологии? Важно, что, значит, здесь есть форма для литья алюминия. Это довольно-таки большая редкость. Не все делают далеко. Они большие, тяжелые. Да-да-да-да. Вот. Вот такие штуки, кстати. Сложная форма, там всякие подвижные, много элементов. Вот это да, вот. Это вообще большая. Ну, вот такая форма, да. Она весит, там, тонн, наверное, 5, наверное, такая форма. А вот эти резиночки, кстати, тоже хорошие. Вот для бутылок, для медицины. Да-да-да. Вот это из Кито. Такие пластины. А, она вырубается из пластины. Да-да-да. Вулканизуется и вырубается из... Вулканизуется. То есть это не литиевые изделия, это вулканизуется из... Отлично, супер. Вуханмолт, Китай Космос. Обращайтесь. Вулканизуется. Могилев химоволокно. Скрутеры, это станки металлообрабатывающие, небольшие. Их можно взять в аренду, можно купить. Можно купить, потом продать. Они делают всякие... Не очень сложные изделия из металла. Вот они вот прям точат. Прям на наших глазах они что-то там вытачивают. Вот. Мелокрон, по-моему, завыл. Сейчас нажрутся, станут в песне орать. Здесь 3D принтер, да, малоизвестного производителя российского Total Z. Видимо, это новички какие-то. Но в 3D принтер, да, значит, они известны, виноваты. Ну, они делают большие 3D принтеры, кстати. Нифига себе такие размеры. Это российский производитель, явно нацелен на лидерство. Вон, смотри, это осьминог-то какой страшненький. Ну, здесь мы видим коридор с различными журналами, прессой, сайтами и всякой прочей рекламной. Братьей. Да, значит, ну, как-то, в общем-то, никого... Рекламная, информационная реклама. Информационная реклама. Больше рекламная, чем информация. Никого тут на стендах почти нет, да. Вот, справа, слева, журналы, логистика. Вот, справа, еще один 3D принтер. Это американский 3D принтер. Это называется репликатор Make a Bot. Вот он сделал вот такой вот двигатель внутреннего сгорания из пластмассы. Отличная вещь. Давай дальше смотреть. Рек, это люди, которые делают вот как раз филамент. Они делают нить для 3D принтеров. Наверное, самая известная в России. Может быть, даже самая качественная, не знаю. Ну, дальше опять у нас издательство. Это книги. Книги. И фиги. Мы находимся в одном из китайских уголков этой выставки. Да проходите, пожалуйста. Ничего страшного. Значит, что мы видим здесь? Слева этой компании Jewel. Это известно. Маленький стенд, но это гигант, на самом деле, индустрии. Кто знает, тот поймет. Кто не знает, тот почувствует. Это производители экструдеров разных всех. Двушнек, одношнеков, трубных, там, профильных. Вон, бочки они делают, экструдизионные выдувные машины. Они делают головы всякие экструдизионные. Куча всякого инструмента. Ну, в данном случае маленький стенд, но ничего страшного. Дальше производители пресс-форм пошли с какими-то названиями, неизвестные никому. Ну, раз приехали в Россию, значит, наверное, для них много денег и заказов есть. Значит, справа мы видим компанию Квалитет. Это российская компания. Они даже вот прибор управления горячим каналом могут сделать. Страшненький, но, наверное, недорогой. Еще они делают формы. Они делают даже на пэт-формы, но это высокая точность нужна, между прочим. Короче, поэтому и квалитет. И каски, каски строительные. Это еще один, еще один китайский угол выставки. Здесь пресс-формщики из Китая. Вот даже один производитель горячих каналов. Слева Union Mold. Довольно известная контора. Она постоянно хочет рекламу свою. Нет, Union Mold. Они хотят рекламу на форуме. Там бесплатно все вешают. Значит, да-да-да. Дальше Hogate. Hogate. Это вот производитель горячих каналов как раз. Они, не знаю, не знаю, что они хотят здесь сделать, но ищут российских пресс-формщиков, которые поставят их горячий канал. Ну и дальше MCB Mold и Cosmos. Вот эти компании приехали на выставку. Они молодцы. Молодцы. Справа мы видим Teng Mold. Ящики. Это конкуренты австрийской компании Haldmeyer. Они делают ящики пивные. И Pet Preform они делают. Ну молодцы, это молодцы. Ну и так далее. Пластынди – это выставка в Индии индийская. Спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо.